Бессмертный полк в этом году 9 мая по центральным улицам Саранска вновь пройдут жители Мордовии, держа в руках фотографии своих родственников, сражавшихся за победу в годы Великой Отечественной войны. Организаторы призывают к участию всех желающих. С подробностями Павел Степаненко. Мордовское отделение общественного движения «Бессмертный полк России» и другие организаторы акции начали активный этап подготовки к уже ставшему традиционным шествию. Оно, как и всегда, состоится 9 мая, а вот заявки на участие можно подать уже сейчас через группу «Бессмертный полк Саранск» в социальной сети ВКонтакте. Принимаются заявки на шествие, коллективные заявки. Это сделано для того, чтобы более четко согласовывать количество людей, которые примут участие в данной акции. Сила общественного правопорядка от нас это просит. Медицинские службы. Поэтому огромная просьба ко всем зарегистрироваться. Организаторы сразу спешат успокоить. Отсутствие регистрации не станет препятствием для участия в шествии. Эта процедура нужна прежде всего, чтобы понять, сколько людей пройдет по проспекту Ленина. В прошлом году, например, портреты героев несли 25 тысяч человек. И это только в Саранске. Еще столько же в районах Мордовии. На День Победы 2017 года участников будет не меньше. Уже начали интересоваться в ноябре, уже в декабре были обращения, будет ли шествие в этом году, как, куда, чего. То есть народ интересуется, народ спрашивает. Это одно. Второе, вот бывая в школах, говоря с ребятами, со школьниками, даже в пятых, шестых, седьмых классах, там даже вопросов не возникает, пойдешь, не пойдешь. Они сразу говорят, мы обязательно пойдем. Кто-то говорит, мы с классом пойдем, кто-то говорит, мы с родителями, я пойду. Поэтому я думаю, что в этом году народу будет еще больше. При этом организаторы уверены, не потребуется никакого административного ресурса. Акция «Бессмертный полк» должна быть поистине народной. И любое принуждение к участию в ней противоречит самому ее духу. Разнаряды ввиз не должно, ни в коем случае. Это добровольное шествие, каждый должен идти от сердца. Это его история, его герои, и никаких разнарядок ни в коем случае не должно быть. В этом году организаторы шествия решили сделать акцент на судьбе солдата. Они просят участников акции поделиться со всеми тем, каким был боевой путь героя, как сложилась его жизнь после войны. С другой стороны, людям, у которых нет таких сведений, предлагают обратиться в мемориальный музей. Там помогут отыскать информацию, которая есть в архивах. Там же в музее начинает работать штаб акции «Бессмертный полк». Те, кто не дружат с интернетом, могут получить всю информацию о шествии именно там. А еще в штаб можно подать свои предложения, которые помогут сделать акцию еще более волнующих. Бессмертный полк, ты будешь жить в Виталии. Бессмертный полк, победы наши пламя. Бессмертный полк, бессмертный рядом с нами. Бессмертный полк, бессмертный полк. Павел Степаненко, Андрей Просвиркин. Наши новости.